Меня захватывает дух от фильмов, которые сняты со страстью и верой в то, что кинозал это то место, где происходит волшебство. Ему не дают прохода. Каждый выход на улицу сопровождается автографами и фотовспышками. Неудивительно, что актер Данила Козловский стал одной из самых ожидаемых фигур кинофестиваля «Край света». Я, честно говоря, много и долго думал об вопросах, и в голове огромное количество. И связанных с кино вопросом, и не связанных с кино. И все они каким-то странным, удивительным, протоксальным образом сходятся к одной теме – к теме любви. Он молод, красив и талантлив. За шесть фестивальных дней успел посмотреть максимум фильмов. Могу сказать без обид к другим фестивалям, что это, наверное, первый фестиваль в моей жизни, где я не представляю, как этот фестиваль может быть без города, без зрителей. То есть здесь такой колоссальный взаимообмен, взаимная энергия, какая-то взаимная энергия, общение между зрителем и сахалинским, и фестивалем, и фильмами, и гостями – это потрясающе. Завивал волосы, подчинял своим непристойным прихотям женщин. Помимо съемок в кино, Данила – один из популярнейших артистов театра. Правда, на вопрос, что ближе сцена или киноплощадка, ответить уверенно Данила не в силах. Это как спросить, кого вы больше любите – маму или папу? Бабушку, дедушку. Я не могу писать свою жизнь ни без театра, ни без кино. Поступают и предложения о съемках в Голливуде, например, в рекламе «Шанель» – партнерша Кира Найтли. Но судьба у Данила могла повернуться иначе. Сейчас он мог бы быть военным. Актер честно провел шесть лет в кадетском корпусе. Это, скорее, была инициатива родителей изначально, потому что у меня есть два брата, которые, как и я, в детстве нуждались в синей руке, в неком радикальном воспитании. Потому что мы в какой-то момент стали совсем неуправляемыми детьми. И было принято решение отдать в кадетский корпус. Я люблю хоккей, безусловно, но, к сожалению, чисто организационно это не так просто – собраться и поехать на площадку. И тоже мы, артисты, к сожалению, не принадлежим себе. И, не дай бог, ты получишь какую-нибудь травму, и все, и ты уже не можешь. Не сниматься в кино, не играть на сцене – ты идешь таким образом огромное качество.